Кавказ обетованный в Дербенте стартовал крупнейший фестиваль. Главная тема – культура горских евреев. На пять дней древний город превратится в одну большую фестивальную площадку. В программе, выставке, театральный проект, посвященный Дербентской идентичности, показы документальных фильмов, творческие встречи и мастер-классы художников и традиционных музыкантов. Вход на все мероприятия свободный. Любава Маслова расскажет подробнее. Пешеходный переулок имени Казимбека наполнился народными умельцами – музыкантами, танцорами. Но все они на фотографиях. В объектив Василия Колотилова попали так называемые хранители. Это те, кто сохраняет и оберегает национальную культуру в разных формах. Мастер занимается изготовлением медных и латунных кувшинок полностью вручную по старинной технологии. Сейчас такие кувшины делают в разных местах, но обычно их делают на станке, то есть машинным способом. Он и его брат, они единственные два мастера в селе, которые сохраняют старую-старую технологию. У него инструменты достались от дедушки, мастерская тоже досталась от дедушки. Рядом расположилась еще одна выставка. Валерий Дымшиц показал зрителям еврейскую культуру с помощью коллекции почтовых открыток. На них как библейские, так и бытовые сюжеты. Новый год по еврейскому календарю наступает осень. На праздник родным и близким принято дарить вот такие традиционные открытки с пожеланиями счастья, здоровья и удачи в наступающем году. А почувствовать себя в пространстве синагоги гости фестиваля смогли в Музее мировых культур и религии. Здесь экспонаты из разрушающегося храма в Буйнакске. В центре зала – инсталляция, где каждый смог ощутить атмосферу богослужения. Проект «Открывай синагогу Тимирхан Шура» зародился еще в 2019-м. Экспонаты собирались специально для конкурса Российского еврейского конгресса. Увидев синагогу в том состоянии, в котором она находится, была очарована ею и историей людей, которые со мной общались. Они как-то очень трепетно и очень грустно о ней рассказывали. И это естественным образом тронуло меня не только как музейщика, но и как человека. Поэтому просто встать и уйти мне было сложно и, я бы сказала, невозможно. Дербент в эти дни превратился в большой культурный кластер. Впереди гостей древнего города ждет насыщенная программа – концерты, спектакли, выставки, кулинарное шоу. Фестиваль продлится пять дней и завершится 15 октября. Любовь Маслов, Махарбек Амариев, Камила Раджабва и Субгази Амаров. Время новостей. Дербент.